Отметить весомый вклад деятеля искусства в возрождение общенационального наследия и сохранение культурного богатства страны призван День работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Об особенностях работы в данной сфере рассказала в эфире Авторадио Биробиджан, директор детской музыкальной школы Биробиджана Татьяна Конончук. У меня это было предначертано судьбой, потому что семья у меня музыкальная, мужчины играли на различных инструментах, на балалайке, мандолине, на гармошке, на гитаре, а женщины пели. На прошлой неделе учащиеся детской музыкальной школы города вернулись с двух серьезных конкурсов. В Хабаровске проходил фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР», с которого наши музыканты привезли шесть наград. Затем в Благовещенске состоялся международный конкурс музыкантов-исполнителей, где представитель музыкальной школы удостоился высшей награды – гран-при в номинации «Духовые инструменты». Мы же представляем не только музыкальную школу, но и город Биробиджан, и наш субъект – еврейскую автономию, поэтому отбор проходит жесточайше. Дети готовятся в течение учебного года, взбирается репертуар в соответствии с требованиями положений этих конкурсов. Работа ведется с привлечением коллег, чтобы другие послушали, дали какие-то советы. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были отменены несколько концертов учащихся детской музыкальной школы. Но руководство учреждения надеется на скорое улучшение ситуации и готово в любой момент представить зрителям программу. Полную запись эфира на авторадио Биробиджан смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Сергей Баблюк, Новости 21.